здравствуйте здравствуйте мы позывной хорон как от haron haron да а если имя отчество николай владимирович николай владимирович а фамилия кузин николай владимирович кузин николай как-то лучше звучит уже привыкли коль я посмотрел здесь обручальное кольцо да давно два года уже поскольку что бета сынку 42 ты доброволец да потому что контрактники что это добровольцы это они те которые по мобилизации те которые осознаны сами пошли до с 22 февраля когда началось когда когда началась специальная военная операция вот я же вытащи а ты женился до или во время после два года перед самой перед сам вперед сам и перед самым контрактом я получается потому что была напряженная ситуация обостренная не объясняй да и принял решение что пора узаконить все нормально сделать как подобает русским людям просто жили вместе а потом решили как русские люди ты русский человек да а почему так и считаешь что русский человек ну я родился в своей глухой деревне где одни русские ну есть примесь татар вот а татары не русскими там мы все практически русским уже по одной россии ходим вот но как-то но не стыдно быть русским тебе очень у нас же кто-то многие начинают стыдиться это нет русские слово я русский вот два слова я русский у меня она вызывает аж дрожь дрожь наслаждение тело того что я русский колики наверно да да они такие приятные идут по телу от того что что я русский что у меня президент такой что я живу в моей стране в родной самой лучшей что пригодился нашей родине помимо допустим там гражданская специальность строитель помимо дома людям строю стоп если ты строитель тогда не пригодился и будешь дальше пригождаться ты строитель до строить там много надо но очень очень дома как супругу зовут кристина кристина как она отреагировала ну честно сперва заплакала сказала зачем вот я гонук как я я мужчина как я могу стоять в стороне ну этот долг любого мужчины любого русского человека это долг сейчас она это сразу ну когда мы пообщались она поняла а сейчас гордиться гордиться что у нее муж военный что защищает свою страну свой народ от геноцида от фашизма также как и меня дед до берлина дошел у меня бабушка до берлина дошла и бабушка до души воевала да вот до берлина дошла ну у нее также родители вот это дедушки дедушка тоже но правда до берлина не дошел погиб но все равно сейчас понимаешь семье людей которые прошли ужасы той войны но забег сторон да с обеих сторон поэтому сейчас она гордится каждый раз мне это говорит мама сразу сказала что что ей горестно от того что у меня не будет рядом но она мной гордится сестренка также ночи да сестренка младше меня в принципе они все гордятся каждый раз как на связь с ними выходишь они каждый раз все наплачет говорят нет я сказал поскольку вы родственники военного то никакой сырости не должно быть подчиняются да да ты можешь рассказать каком быть героический подвиг пусть не с тобой связан пусть кого-то из твоих ребят вот сразу пена была был один напорник с которого причиняли постоянно очень много так скажем беспокойства вот ну это парни соседней так сказать батальона вот он мой друг хороший ему надоело терпеть то что периодически то снайпер там работает ну да вот взял граник извиняюсь гранатомет пополз два дня полз ночью дождался дождался нужного момента когда там было сборе еще так сказать нацистов этих когда их там побольше было бы морковка была труба была труба и все полз ночью потихонечку к утру замаскировался закапывался него два дня полз и концу вторых суток на рассвете разобрал домик лесника так назывался полгода сильно ругали отцы командира сперва ругали потому что не знали куда он ушел ну вот думали куда он пропал чуть ли в сочи не объявляли потом благодарность есть награды теперь него наградили когда как зовут его зовут руслан руслан ну это то что делать сразу вот так вот да это вот то что вот сходу парни наши парни на бронетехники с эвакуации постоянно под прилетами то есть эвакуируют когда парней вот мы их с окопа вытащим на точку эвакуации туда подлетает техника это соответственно все быстро прилеты по ним аж пробоины на технике не боятся на моталы где-то да не боятся тонкая но 545 прошел вот не бояться в упор это не всегда ну семерка до семерка прошел ну семерка то семерка хорошая штука вот лучше считается мире ну чем что нет есть еще лучше что двенадцать лошадь может быть двенадцать и семь ну потом его вот так что сколько мой друг вот зовут александр он водитель механик на моталыге он получал пробоины спасал технику плюс с ранеными вместе это герой я считаю я считаю что это герой они считают себя героем нет а почему как это работа не пера слышу что это работа это не долго именно просто работа до обыденное слово да ну кого не звучит вроде парадоксально до гражданского населения вообще как-то непонятно но я бы сказал для гражданского населения то что для нас такая работа это наверно будет даже как-то шокирующе звучит потому что ходить под пулями ходить под минами вести огонь также по противникам тихих 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 родных не надо пугать все хорошо это он так это он придумывает это он придумал они все герои они все молодцы но они себя не считают героями даже как-то и не разговариваем об этом вот сегодня было такое то там допустим там хорошо не было такое смешное смешное он и всегда есть есть ну давай пусть послушают что такое армейский юмор новенький парнишка мехвод наш вот повез группу то есть ну на заход так сказать вот но поскольку дорог плохо знал еще толком не успел вот подъехали к хохлам так это уже интереснее подъехали к хохлам остановились парни говорят странно на деревьях желтый эти скотч слова желтый скотч быстро всех отрезвило развернулись дали по газам уехали спирам были немного шоке потом конечно это вызывает дикий хохот потому что подъехали просто плотную противнику он не ожидал это вообще нет в окону как ну не они сажали получили получает получается да потому что ну подъехать плотную противнику развернуться тут же уехать какое прозвище после это он получил нет это вот еще интересно давайте не просто таких очень много случаев было четырнадцатом пятнадцатом году здесь у нас в донецке в луганске когда таким способом военные подъезжали позиция ну вот не ждали называют у нас получается только получили новые баги вот старые ремонтировать не стали просто новые баги выдали не вот и парнишка поехал а он бы плашник парнишка поехал на позицию охотиться до первый раз но новенький тоже вот поехал первый раз охотиться выезжает до подъезжает до поля там есть такая определенная развилка но нечаянно не туда сворачивается еду-еду говорит ну это как он мне рассказывал ведь еду-еду будет понять не могу блин должна быть вот там то такая-то . оттуда планировалось запуск то есть по охотиться еду-еду говорит нету нету точки нету нету да что ж такое-то неужели я слепой пропустил к и все смотрю будет уже блин дашь какой-то блин рядом то что ж за нафиг то такой ладно подъезжаю только говорит хотела вылазить она мне говорит хохол смотрит что я здесь делаю я горит на него смотрю в голове автоматически так опорник блиндаж народу много я один нет я наверно поеду домой обратно развернулся успел по нему конечно пытались с миномета но у на баги тирала очень поймать на миномет ну она прытка скоростная улетел прилетел сюда приехал обратно в расположение парни я не туда заехал смысле как не туда заехал но там-то там-то повернуть там-то там-то это ну такой ориентиры определенные ну ладно хорошо а ты куда заехал хохлом приехал не понял как хохлом ну-то смотрю даже смотрю форму высушенную сейчас не заминировано было там у них потому что говорят что он счастливчик счастливчик он просто счастливчик мины есть там да но самое интересное он поехал туда второй раз и что опять к ним гости опять же к ним приехал в итоге он приехал обратно сказал бессопровождающего больше не поеду пока не покажете дорог за прозвище больше не спрашиваю больше не спрашиваю за прозвище но но были конечно в шоке все как-то два раза подъехать к одной и той же цели в рубашке родился самое интересное он ехал потом не по своим следам но там заминирован это действительно показывает что бог русских берегет он их любит ответ смеются над этим он их и любит любит мы пока мы свое время об этом забыли мы забыли что мы русские а вот эта ситуация может есть вне положительно честно скажу она нам напомнила кто мы есть и ради чего мы живем на этой земле ну каждая ситуация понимаете как я вот понимаю каждая ситуация путина негативная там отрицательная там я не знаю пусть плохая ситуация в ней всегда есть положительный эффект пусть не сразу не называл я просто сказал сама ситуация да нет вообще говорю что в любой без разницы какая ситуация даже сейчас со своего понимаете с вода разбудила снова русского человека медведь спал себе и спал спокойно забыл что надо вставать за лапу сосал забыл что надо просыпаться периодически потому что пока он спит начинается всякое непосредство наподобие неонацистов этих ну пожалуйста положительная сторона скажи пожалуйста противник сейчас стал хитрее сильнее какой он стал он стал он не сильнее стал он стал немножко похитрее и вследствие того что ему сейчас все хуже и хуже и хуже приходится вот он пытается агрессировать поскольку загнанный зверь в угол ну как крыса которую загнать она я считаю что это просто у них это просто бессилие и психологическое что мы все-таки идем все идем и идем и идем вперед значит мы сильнее сильнее тут никогда не могло быть вещи по-другому мы же россияне мы русский народ мы русский народ поэтому по-другому просто быть не может спасибо